Приветствую вас. Надо сказать сразу, что ситуацию вы описали явно не полностью, то есть много чего оставили за бортом, как это мне видится. Потому что, смотрите, начинается всё довольно-таки обычно. Вы говорите, помогите мне вернуть жену. И тут вроде бы всё понятно. Вы хотите вернуть свою жену, которая от вас ушла, уехала к родителям и так далее. Здесь всё нормально. На вопрос о том, почему она вообще от вас ушла, вы отвечаете примерно так, что всё дело в том, что я скрывал от неё свои долги и, соответственно, она об этих долгах узнала. И теперь меня, может, не прощает, да, не хочет меня прощать. Вот. Ну и, в общем, что делать, как бы непонятно. Здесь я вам хочу сказать сразу так, что ваша жена, она обиделась на вас не за то, что вы долго её скрывали, то есть вы не доверяли ей, то есть вы не доверяли ей из-за того, что между вами не было доверия, как это, возможно, кажется ей. Вот именно из-за этого вы и получили в итоге такую вот реакцию на своё поведение, да, реакцию, когда она от вас ушла. И я полагаю, что в данном случае, в данной ситуации вам имеет смысл, в первую очередь, как следует подумать о том, почему вы скрывали от неё долги. То есть, либо вы стеснялись с самого факта, что у вас есть долги, либо вы что-то действительно скрывали. Может быть, значит, жена обиделась на то, что вы какие-то вопросы почитаете без неё, то есть я имею ввиду, что не советуетесь с ней и ведете какие-то дела за её спиной. Опять же, по её мнению, по её мнению, и в данном случае, в данном случае она видит себя, скорее всего, правой, потому что, как бы там ни было, отчасти, отчасти, она права выйдет. Вы действительно вели дела без неё, и это не есть хорошо, это действительно не совсем правильно. То есть, ваша жена обиделась на вас за то, что вы поставили под сомнение доверие между вами. Но на самом деле проблема, конечно, кроется не в этом. Проблема кроется в чём-то, о чём вы, скорее всего, не догадываетесь. То есть, вероятнее всего, у вас ещё какие-то проблемы есть, например, контекст, в котором вы преподнесли ей то, что, значит, скрывали свои долги. Это наиболее вероятно. То есть, понимаете, вы, как мужчина, концентрируетесь, в большей степени, именно на том, что женщина говорит. Как мужчина вы, как мужчина, вы концентрируетесь больше на этом. А в действительности же нужно концентрироваться не на этом. В действительности нужно концентрироваться на смысле. На общий посыл, который пытается донести до вас она, потому что этот посыл, скорее всего, является наиболее важным здесь. То есть, посыл именно такой, что вы её как-то оскорбили. Посыл именно такой, что вы её как-то задели. Вот, я думаю, что проблема именно в этом. Не в том, что вы скрывали там деньги и так далее, и долги, и так далее, хотя это, безусловно, и не может быть приятно, и не может её радовать. Но я не думаю, что дело именно в этом. Я думаю, что проблема, которая скроется именно всё-таки в том, как вы это преподнесли. Как вы преподнесли то, что вы скрывали от неё долги. Скорее всего, скрывали вы от неё не только долги, а скорее всего, скрывали от неё вы какие-то ещё вещи. Например, там, допустим, это могут быть какие-то моменты, связанные с вашими общими делами, с вашей семейной жизнью и так далее, и так далее. То есть вариантов может быть довольно много, и все они, эти варианты, в принципе, будут, наверное, как-то отражать вашу проблематику. Мне бы просто хотелось, чтобы вы постарались учить это, постарались подумать об этом, постарались прийти к какому-то решению на эту тему, потому что это важно. Ибо если вы хотите свою жену вернуть, если вам она действительно нужна, то для этого нужно делать какие-то вещи, для этого нужно что-то менять в своей жизни. Для этого нужно как-то стараться корректировать своё поведение, да, именно вам. Для того, чтобы корректировать своё поведение, я порагаю, что нужно понять свои ошибки, а ошибки свои вы пока, на мой взгляд, ну, не понимаете, потому что вы гласите и вы говорите, что всё дело именно в деньгах. Не в деньгах дело, чем ты ещё. Попробуйте подумать о том, как у вас отношения складывались, вот, например, в последнее время. Попробуйте подумать о том, не было ли у вас ссор до этого момента. Если были, то как они эти ссоры проявлялись, если были, то как они эти ссоры протекали, проходили и так далее. То есть, вот, поставайтесь, пожалуйста, вот именно на эту тему подумать о том, что это важно, очень важно. И всё равно, повторяю, дело не в деньгах. Далее, если вы всё же хотите вернуть свою жену, если вы всё же хотите её вернуть, то первое, что нужно сделать, это признать все свои ошибки. Если у вас таковые есть, если у вас таковые есть, постараться вспомнить эти ошибки и попытаться их больше не повторять. Это, по-моему, единственное, что вы можете сделать в данном случае для того, чтобы как-то свою жену, значит, нацелить именно на вас. Потому что, потому что других вариантов здесь, к сожалению, нет и быть не может. Если ваша жена любит вас, то думайте мне, что она обязательно к вам вернётся и обязательно заходит с вами поговорить и просит вас. Если же она не вернётся, то это говорит, к сожалению, только о том, что человек вам не так уж сильно и дрожит. И вопрос, который у меня тогда к вам, а для чего вам, зачем вам человек, который вам не дрожит, вам не дрожит. То есть, если вы собираетесь возвращать женщину, если вы собираетесь делать какие-то вещи, да, делать какие-то шаги к её возвращению, то нужно чётко понимать, зачем. Зачем это делаете именно вы, для чего вы это делаете. Вот это вот, я думаю, вам нужно понимать как следует. Замогу, потому что, если вы не будете отдавать себе в этом отсчёт, то я боюсь, что ваша деятельность, которую вы будете осуществлять, то есть, ваше желание её вернуть, будет, ну, скажем так, эгоистично. Направлено оно будет на себя и ничего хорошего вам не принесёт. А это, как вы понимаете, я надеюсь, это довольно-таки негативный аспект для вас, потому что, ну, всё-таки мы не хотим, чтобы ваша женщина вернулась к вам, да. То есть, нужно обязательно понять, что произошло. Нужно обязательно перестать задать, что дело в деньгах, дело не в деньгах. Дело здесь, скорее всего, в чем-то другом, не в деньгах, дело не в деньгах. Дело здесь, скорее всего, в совсем других вещах. И, как правило, как правило, ситуация женщины всегда связывает с ожиданиями. То есть, я вам рекомендую именно на предмет ожиданий подумать. То есть, вот конкретно, конкретно чего вы ожидали, почему вы ожидали и так далее. Вот именно на эту тему я рекомендую вам, значит, как следует предмещать. Ну, и помните, что сейчас всё-таки таково, что вы свою жену быстро не вернёте, всё равно нужно время будет для того, чтобы она вернулась. Всё равно необходимо будет, чтобы она успокоилась. Вы не говорите, сколько времени вы уже имеете, но я думаю, что всё равно нужно время. Всё равно нужно, чтобы она была готова вас слушать и так далее. То есть, по моему мнению, дело всё не в деньгах. По моему мнению, дело не в деньгах, а дело именно в том, как вы преподнесли нашей, своей женщине, вот то, что вы сделали. И тот контекст, о котором вы нам не говорите, но он важен, тот контекст, о котором вы нам не говорите, но он важен. Вы здесь как бы оставляетесь за кулисами, то есть вы представляете ситуацию в одностороннем порядке. Мы не знаем позиции вашей жены, а это, к сожалению, недостаточная информация. То есть, чтобы вам конкретно рекомендовать, как вернуть вашу женщину, нужно, чтобы вы дали более развернутое описание того, какая она, что для неё важно, что она говорит конкретно и так далее. Ну и помните, что это стратегия, это определённая стратегия поведения, и если вы хотите вернуть свою женщину, то стратегии поведения нужно придерживаться. И то не факт, что она вернётся, потому что у неё чувств может и не быть к вам уже. За вопрос от нами была-была-была, но искала повод для того, чтобы расстаться. В этом случае никакие стратегии и средства её не вернут. Ну а вы постарайтесь не делать больше того, что ей не понравилось. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду там помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... ... ... ...